Всем привет! С вами магазин Мир Автокресел. Меня зовут Никита. И мы продолжаем серию обзоров на складные детские велосипеды. Сегодня у нас на обзоре будет велосипед от израильской компании DUNA. Модель Liquid Rike S1. Компания DUNA вам всем хорошо знакома по автокреслам DUNA+. Автокресла, которые объединяют в себе и автокресло, и коляску. Соответственно, у нас сегодня на обзоре самая простая модель из линейки. Это Liquid Rike S1. Здесь нет дополнительных аксессуаров, которые будут в следующих моделях. Обзоры, кстати, на следующие модели выйдут чуть позже. Так что подписывайтесь, следите за обновлениями. Скоро они тоже появятся на канале. Что хочется сказать про данную модель. Вес велосипеда 6,1 кг. Он достаточно легкий. Компактно будет складываться. Наверное, один из самых компактных велосипедов в формате детских складных. Также велосипед рассчитан для детей от 10 месяцев и примерно до 3 лет. Максимальная нагрузка 20 кг. Но тут лучше по нагрузке ориентируйтесь и по тому, насколько ребенку комфортно на самом велосипеде. Давайте перейдем с вами, соответственно, к функционалу. Что он может, что он из себя представляет. Велосипед трансформируется под разные возраста. Сейчас он у нас с вами стоит и так вот выставлен для маленьких детей, для самых. Тут присутствует и бортик, соответственно, который фиксирует ребенка внутри. И он также служит для безопасности. Есть внутренние трехточечные ремни, чтобы ребенка можно было пристегнуть. Ну, это касается 10-месячных маленьких, чтобы никуда из велосипеда не сбежали. Соответственно, есть капор. Капор достаточно удобный, глубокий. Хорошо будет прикрывать от солнца. Капор при необходимости можно убрать. Это делается достаточно просто. Вы его чуть приподнимаете вверх, выводите из пазов. Все, капор снят. Капор, в принципе, используется по необходимости. Дальше бампер тоже можно снять. Бампер снимается достаточно легко. Это когда уже ребенок подрос, можно сделать. Бампер будет сниматься. Собственно, вот здесь две кнопочки есть в основании бампера. Где он поворачивается? Снимаете. Бампер тоже можно снять. Дальше. Касательно педалей и вращения руля. Контроль за велосипедом осуществляется с помощью ручки поворотной. Ручку можно настроить по высоте под себя. Она имеет несколько положений. Все достаточно комфортно выполнено. Касательно управления велосипедом. Вот смотрите. Я поворачиваю ручку. Это маленьких касается. И видите, руль остается статично. То есть ребенок у вас может управлять рулем. Но стоит отметить, если у вас надет бампер, вот здесь, он фиксирует руль. И руль у вас поворачиваться не будет. Поэтому, если хотите, чтобы ребенок ощутил контроль за велосипедом, да, но он еще маленький, бампер придется снять. И пристегивает ребенка внутренними ремнями. Можно в дальнейшем уже, когда ребенок подрос, переставить педали вот со статичного положения на колесо. Переставляется все достаточно просто. Кнопочки вот здесь внизу находятся. Переставляете педали. И, соответственно, видите, колесо у нас сейчас крутится за счет педалей. Чтобы этого не происходило, можно колесо зафиксировать, соответственно, вместе с педалями. И педали будут крутиться отдельно. То есть, опять-таки, вы можете управлять процессом. А ребенок, если вдруг захочет покрутить педали, никуда от вас не укатится. И также может и рулем управлять самостоятельно. Для того, чтобы ребенок уже мог сам крутить педали, опять-таки, вот здесь вот находится у нас фиксатор. Вот он красненький. Переставляем в верхнее положение. Здесь, кстати, все описано. В каком положении, как оно все будет работать. Обратите на это внимание. И, соответственно, все. Ребенок у вас крутит педали. Колесо крутится. Также касательно руля. Вот в таком положении, видите, собственно, мы крутим рулем. Мы крутим рулем вашим, соответственно, руль самого велосипеда. Он вот в статичном положении находится. Чтобы ребенок мог им управлять. Вот здесь находится фиксатор переключения. Приподнимаете его наверх. Он фиксирует руль. И все. И ребенок уже полностью сам может контролировать процесс. Но это, естественно, подходит для детей уже постарше. Ручка достаточно легко снимается. Вытаскиваете фиксатор. Вытаскиваете ручку. Ручку можно сложить. Ручка занимает достаточно мало места. И вот мы с вами уже подходим вот к тому самому варианту для детей постарше. Когда ребенок уже сам понимает, как управлять велосипедом. Как крутить педали. И, собственно, вот он уже сам будет рулить. Сам будет крутить. Но, соответственно, у вас еще остаются ремни внутренние. И когда ребенок уже подрос, ремни вам вряд ли потребуются. Их тоже можно достаточно легко снять. Сзади вот здесь находятся два паза. Сейчас давайте мы с вами их снимем. Удобнее вооружиться какой-нибудь отверточкой, чтобы это было попроще сделать и побыстрее. Здесь из фиксаторов их достаете. Все достаточно просто и быстро делается. Нижнюю часть ремня, чтобы снять, вам нужно будет приподнять немного сиденья. Сиденье достаточно легко снимается. Оно просто на заглушках, на фиксаторах находится. Все. Его тоже поддеть отверточкой. Оно снимается. Нижняя часть ремня, ну, когда снимете, поймете. Здесь все предельно просто. Нужно язычок снять с фиксатора. И, собственно, просто его вытащить. Готово. Ремни мы сняли. Дальше ставите сиденье обратно. И это уже фактически максимально такой взрослый вариант, но со спинкой. Спинку, кстати, можно отрегулировать. Можно сделать такой чуть покомфортнее посадку. Можно чуть более вертикальную. Но для сна он, конечно, не рассчитан. Но это и не самый далеко удобный вариант для того, чтобы ребенок мог поспать. Можно также снять и вот эту спинку. И сделать его уже максимально для взрослых. Но эта спинка уже снимается с помощью отвертки. Здесь нужно будет вот здесь и здесь с двух сторон выкрутить пару саморезов. Сейчас я их сниму, покажу вам, как он будет выглядеть в максимально уже взрослом формате. Итак, готово. Спинку мы установили. И вот в таком формате велосипед будет выглядеть для детей постарше уже. Ну, то есть для максимально возможного возраста. Собственно, аккуратненький бортик. Все прекрасно управляется. Компактный вариант. Сложить его можно, в принципе, в абсолютно любом состоянии. В таком это еще проще делается. Самый, конечно, такой длительный, трудоемкий процесс складывания, это когда он в формате для совсем маленького. И то, я вам сейчас покажу, когда делается, это максимально просто и максимально быстро. Для того, чтобы сложить руль, давайте попробуем в таком состоянии собрать. Для того, чтобы сложить руль, здесь есть кнопка и фиксатор. Отводите фиксатор, нажимаете кнопку, ручки ушли вниз. Дальше нужно сделать то. Вот здесь вот есть две кнопки с двух сторон. Вот она слева и справа с обратной стороны такая же. Нажимаете их. Вот здесь есть ручка сзади. Просто тянете за ручку. Готово. Велосипед сложился. Получается вот такая вот компактная конструкция. Причем вы можете собирать велосипед, кстати говоря, в любом положении педалей. То есть, они могут находиться здесь в колесе и могут стоять вот здесь. Они абсолютно не мешают складыванию. Что достаточно удобно. Теперь давайте с вами вернем велосипед в положение для самых маленьких и посмотрим, как он будет складываться в том формате. Все готово. Велосипед собран. Давайте теперь посмотрим, как он будет собираться вообще и что из себя представляет в плане управления и комфорта. Так же, для того, чтобы его сложить, убираем ручку. Убираем фиксатор бампера. Складываем руль. Берем две кнопки. Нажимаем. После этого складываем спинку. И убираем капор. Итак, давайте разложим велосипед в исходное положение, в рабочее, скажем так. Поставим ручку и попробуем его с вами покатать. Собственно, разбирается все это достаточно просто. Спинку приводите. Убираете капор. Спинку приводите в максимальное положение сюда. Она сюда. И, собственно, маленькая неприятность. У нас ремешки зацепились. Но такое, к сожалению, иногда бывает. Можно их просто... расстегнуть. И они нам не будут мешать. Велосипед прекрасно быстро раскладывается. Руль в рабочее положение. Сюда крепим, соответственно, бампер. Капор. Поставим ручку. Как видите, приводится велосипед в рабочее положение максимально быстро. Достаточно комфортно управляется. Легкий. Если нужно заезжать на какие-то поребрики, он легко поднимается. То есть, это даже будет просто сделать с ребенком. То, что я вам говорил касательно угла наклона. Вы можете его изменить. Такой вот отличный, компактный складной велосипед. Ну, и напомню, что один из самых легких. На этом я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам удачного выбора. Данный велосипед вы найдете по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok